Всем привет! Вы на канале Политаникс и Аккуратно, это заразно! В инстаграме вы нам задали вопросы, на которые мы сейчас ответим. Поехали! Итак, начнём! Первый вопрос. Сложно не обвинять партнёра, если он допускает ошибку на стартах или тренировках? Если кто-то допускает ошибку, то мы отвечаем за неё вместе. Итак, второй вопрос. В чём смысл жизни? Смысл жизни в том, что ты должен жить для себя и радоваться жизни. Радоваться каждому моменту, ценить жизнь, те, кто дали тебе эту жизнь. И просто наслаждаться ей. Вот такой смысл жизни. И делать всё, чтобы жизнь приносила пользу и позитивные эмоции. Да. Так, дальше. Кто-то нам написал, люблю вас. Мы вас тоже любим! Так, следующий вопрос. Сколько лет вы в парном катании и хотели бы вы уйти в какой-то другой спорт? Я в парном катании два года и я никогда не хотела уйти из парного катания, потому что мне очень нравится. Я в парном катании три года и уйти в другой спорт я бы не хотела, потому что мне фигурное катание очень нравится. Потому что мы катаемся не только для себя, но и для зрителей, и для души, а в другом виде спорта этого невозможно. Где ты ещё будешь под красивую музычку зажигать? Нигде. Ну вот, поэтому мы выбрали этот вид спорта, и нам очень нравится. Это наша жизнь. Следующий вопрос. Как вы решили создать канал? Ну, лично я считаю, что я чуть-чуть предложила это сделать, а потом уже было всё по-объединению. Ты нас всех направила, то есть мы такие, надо создать, да-да-да-да, конечно. И Таня такая, блокнот, всё, у нас новое видео, значит, будет самое наше первое. Мы его записываем тогда, тогда расписала всё, камеру притащила, всё. У нас уже нет выбора. Мы такие с Ксюшей. Ладно. Поэтому... Поэтому так и создалось. Да. Вам поставили программы, и если да, то можете чем-нибудь о них поделиться. Ой, это большой-большой секрет. У Тани обалденная программа. Я прям залипаю на неё. Про мою программу могу сказать, что произвольная программа будет немножко в другом стиле, нежели мы привыкли и было в прошлом сезоне. В этом году мы попробуем себя в новых образах. Если бы не фигурное катание, то чем бы вы занимались? Вообще, когда-то давно мне нравилась художественная гимнастика, и я хотела ей заниматься. Но, типа, не хотела, что прям хотела, а просто где-то там, типа, если бы не это, то художественная гимнастика. Но потом мне начал нравиться коми-спорт. А я уже занималась гимнастикой. Ну, когда мне сказали, что я должна пройти полкруга в зале на руках, у меня это не получилось. Я сказала, помахала ручкой и сказала, всем пока! И со слезами ушла. Поэтому сказала родителям, что очень хочу попробовать фигурное катание. Вот. А чем бы мы занимались, если бы не... Мне кажется, мы бы начали становиться продвинутыми видеоблогерами. Ну, это да. А не как сейчас. Такие так. Пока тренировок нет. Снимаем. Снимаем быстрее. Потом сезон начнется, мы такие, какие видео. Да. Вот. Поэтому пока есть время, мы снимаем. My English best very good, значит, figure skating. My favorite activity is figure skating. It's a winter kind of sports. But nowadays you can do it on any season. Because the equipment you need for it is following and certainly good humor. Куда вы обычно ходите в выходные дни? О! Наш любимое место это кино. Да, Таня? Да. Мы очень любим ходить в кино и гулять в центре города. У нас очень красивый город. Еще мы любим ходить... Куда мы любим? Вообще мы любим проводить... Шопиться. Вместе, да, и шопиться. В галерее особенно. Какой ваш любимый кофе? Отвечай, Полина. Я кофе не люблю, поэтому если я иду покупать кофе, то я прошу просто молочко взбитое с сиропчиком. А я беру себе... Ой, часто я брала себе латте, а потом поняла, что мне нравится больше капучино, так как в нем чувствуется больше кофе. И иногда заменяю обычное молоко на какое-нибудь обезжиренное, кокосовое, там, и разное. И поэтому... Иногда еще добавляю сиропа разные. А я вот не люблю сам вкус кофе, поэтому... Ой, нет, я обожаю. Как долго вы дружите? Парни, мы с тобой дружим уже сколько? Десять лет? Нет, нет. Ты что, поменьше? А, мы были в одной группе в одиночном катании с Танюхой. Да. Были такие мелкие? Да. Моксики? Вот, поэтому мы были в одной группе, а потом я пошла к одному тренеру, Полина к другому тренеру, а потом мы встретились в парном катании. Ты знаешь шутку про тебя, Щека Костякович? Да, знаю, я увидела в одной из групп эту... Мемасик. Мемасик этот. Ну, что ж поделать, что есть, то есть. На той за счетчик. Держаться. Как вы питаетесь? И сидите ли вы на диете? Нет. Да, я нет. Да, я нет. У меня бывает такое, я слежу за питанием, потому что весы иногда говорят, что Полина, тебе нужно похуднуть. Худнуть. И ляшки тоже в зеркале, и попа. Поэтому иногда приходится и сидеть, ну как на диете, просто правильное питание, ограничивать себя в калориях и во сладком. А я себе ни в чем не отказываю. Пока что. Ну и же весы. Да, я этим очень горжаюсь. Ну я не встаю каждый день на весы, я встаю раз в месяц и типа норм. Ну я противоположность. Я каждый день взвешиваюсь и каждый день записываю, что я ем и что я кладу себе в рот. Да, какой-то. Как ты поддерживаешь вес? Как ты поддерживаешь вес? Ем правильную еду. ЗОЖ, ребята. ПП. А я... У меня сам вес поддерживает меня. Страшно было выполнять первые парные элементы, когда только перешли из одиночного. Фу, очень. Нет. А мне да. Мне было не страшно делать подкрутку и поддержки, а выбросы было страшно. Ну как страшно? Первые попытки было страшно, а потом уже нет. Мне было страшно, потому что я как только пришла, меня на первой тренировке поднял в поддержку двухметровый мальчик, и мне так стало страшно сверху смотреть, поэтому такая, ой, можно мальчика пониже. Сколько примерно калорий составляет ваш ежедневный рацион? Прекрасно выглядите. На данный момент в период диеты, когда хочется похудеть, еще скоро лето, через две недельки, поэтому я ем на 700 калорий примерно. А я не знаю. Я не знаю. Когда в Москву? Вот хороший вопрос. Я не знаю, когда я в Москву поеду. Я была там только на соревнованиях, на что бы просто съездить, погулять и увидеться со своими временами, такого еще не было. Играете ли вы в компьютерные игры? Нет. Я играю только на телефоне в одну игрушку. Еще. Ну, я на телефоне давно не что-то не играла. Нет, в компьютерные игры я точно не играю. С кем из фигуристов, не российских, общайтесь лучше всего. Ну, я общаюсь со Степой Гоголевым. А я еще не была на международных соревнованиях, поэтому я еще не с кем. Ну, какие твои игры, Таня? Давай, да. Да. Как часто сидите в соцсетях? Круглос. Почему? Ну, кроме тренировок. Ну, когда... Вообще в соцсетях мы узнаем много новостей, что произошло, что случилось в этом мире, какие тренды, мода, макияж, брови какие, густые, негустые, тонкие, широкие. Так что мы все следим. Да. Надо поделать. Хотели когда-нибудь себе розовые, голубые и так далее волосы? Я хотела. Я хотела себе сделать скрытое окрашивание. Типа вот так вот. Вот так вот. И вот это вот все покрасить, и типа в хвостик делаешь, и красиво так. Ну, я, наверное, когда-нибудь себе сделаю радужные волосы. Ну, ладно. Допустим. Скоро выйдет новое видео. Сейчас вышло. Вот оно. Получали травмы. Да. Как же без этого. Как же я... Спорт. Итак, следующий вопрос. Хотите увидеться? Очень. С тобой очень хотим. Видеться, потому что нас разделяет расстояние. Какая? Со скольки лет занимаемся фигурным катанием? Я с четырех, почти с пяти. Жаль. Я занимаюсь с шести. Я поздно пошла, наверное. Наверное. Да. Дорима. На этом наше видео подошло к концу. Надеемся, оно вам понравилось. Если это так, поставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok